МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Бузеева в эфире Давай поженимся. Программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас жених и три невесты. Гибкая эмигрантка Владислава, стеснительная провинциалка Ольга и танцовщица Анастасия. А жених у нас Эдуард. Давайте знакомиться. Здравствуйте! Меня зовут Эдуард. В моей жизни есть все, что нужно мне. Но для полноценного счастья и душевного спокойствия мне не хватает второй половинки. Я надеюсь, что найдусь сегодня здесь. И советом мне поможет мой друг Евгений. Здравствуйте! Эдуард, 27 лет. Решил было жениться на девушке, но, познакомившись с ее родителями, передумал. Когда объявила о своем намерении расстаться, она заявила на него в милицию. Эдуард – актер театра и кино. Трижды мастер спорта. Победил в конкурсе «Мистер России». Строит шалаши в лесу, готовит яичники с перцем и играет второй фортепианный концерт Брамса. Не женится на женщине, у которой проблем больше, чем у него. Эдуарду приелись пафосные и накачанные силиконом красавицы с говором. Он припадет на колено перед высокой брюнеткой с оливковой кожей, которая докажет, что она умнее его. Эдуард идеализирует отношения родителей, стремится к таким же. В этом его проблема? Ну, конечно, проблема не в этом. Родители, отношения их с детьми, отношения между собой, для будущего мужа, парня – индикатор просто того, как девушка будет вести себя через какое-то время. Да и просто многое об этом рассказывает. Но я думаю, что родители – это не единственный показатель, который может помогать молодому человеку разобраться в жизни своей невесты. В принципе, образ что-то есть. Инка нормальная. Сейчас посмотрим, что она себе представляет. Роза, что-то грустное. Какой красавец пришел и молодой. Нет, не грустная. Жених хороший, купец достойный, молодой, красивый, правильно ты заметила. Умный, вот что мне больше всего нравится. Почему? Потому что к 27 годам уже и квартиры есть, и машины, и мотоциклы. Вообще совладелец клуба и за здоровьем своим следит. Вот единственное, конечно, я как-то немножко так переживаю за шоу-бизнес. Там, конечно, ничего хорошего вас не научат. Ну, то, что спортсмен – это только его красит, значит, без вредных привычек, значит, готов к днеторождению. А что у вас там за история была? Просто триллер. Ну, история моя началась на йоге от Москвы в городе Ростове-на-Дону. Мы пели на одном из концертов, мы выступали, и ко мне подошел человек, молодой, красивый, и говорит, с вами хочет познакомиться одна девушка. Я после концерта, естественно, подошел. Она говорит, меня зовут Екатерина. Я смотрю, я не узнаю ее, а меня как будто знают всю жизнь. Мы с тобой занимались в одной спортшколе. Я говорю, когда, где? Шесть лет назад. Я была маленькая, ты занимался, ты выступал, уезжал по соревнованиям. Вот, говорит, и потом, когда ты ушел, я тебя потерял. И вот сейчас я тебя снова встретила. Говорит, ну, мои чувства к тебе не были, и я тебя не знал, где искать, и я тебя нашла. Ну, вообще он такой самовлюбленный в себя. Ну, он публичный человек. Мы после концерта встретились, поговорили, и с того самого дня наши отношения начались. И продлились они полтора года. Каждый день вместе. А вдруг, я трудно могу себе представить, как можно вами командовать. Нашими отношениями руководил ее домашний матриархат. Мама у нее была главенствование всего, все, что можно было в семье делать, делала только мама. Даже папа не мог ничего сделать без разрешения матери. Соответственно, девочка выросла на этом опыте, и у нее другого опыта нет. Видишь, матриархат, он это не принимает, поэтому... Ну, я считаю это правильно. В родителей нельзя пускать свои отношения. Человек очень любил пить, я этого не знал. Человек любил иногда пригублять с сигаретами. Сколько ей лет бедолаге было? 18. И очень любила пить, 18 лет, да, тенденция нехорошая. Я же говорил, что многих вещей, когда я начал с ней встречаться, я не знал. На самом деле, если человек любится, то, извините, может быть, он хотел ее изменить. Что там на Новый год произошло? Ну, ужасно все было. Ну, расскажите. Получилось так, что я приехал из Москвы, моя семья должна была улететь за границу отдыхать. И после того, как ее семья не отпустила, со мной туда идет, я уговорил свою семью сдать себе билеты к чертям просто и остаться. Со мной все поругались, все. Говорят, что это такое? Ты человека знаешь, вот едва ему... Нет, я не полечу. Я не могу оставить свою девушку здесь. Это не Новый год для меня будет. Я буду сидеть, как сургук. Какие у вас родители золотые? Просто отдельно аплодисменты. Поклон вам. На индейцу он какого-то мне напоминает. И я прилетел, обозначился, что я вот тебя забираю, мы туда не летим, в Швейцарию, мы остаемся в России, в Ростове. Я прилетаю сюда со своей семьей, мы отмечаем. Да-да-да-да. И за день до Нового года у меня был разговор, что мы после того, как мы отменим с моей семьей, как полагается, мы пойдем в клуб. Но там, соответственно, я из шоу-бизнеса, да, и у меня есть ребята-завистники по моему бизнесу и так далее. Могут какие-то быть стычки, потому что при алкоголе каждый человек ведет себя по-разному. Я говорю, пожалуйста, просто контролирую иногда, сильно не упиваю. Она говорит, нет, я буду пить. Я пила и буду пить, я сказала. Господи. А может, у нее какие-то срывы нервные были, это же большие, очень внутренние какие-то переживания. В общем, мы поругались, она мне позвонила, говорит, я пойду Новый год отмечать со своей сестрой. Но она сказала мне это полдвенадцатого, когда я уже готовился, мама ждала салатами, все это нарезала. Не с того, чтобы где-нибудь в Сент-Морице лежать и на солнце загораться. Она говорит, где твоя девушка, почему она не помогает мне? А у меня, честно, у меня на глазах слезы, я очень любил этого девушку, я очень любил. Чувствуется, что вот в отношениях он идет уже до последнего, до конца. Да, да, да. Пока уже вот по его истории. Но она, наверное, любила ее все-таки. Хорошо, а потом, когда ее сводили к гадалкам, она же вообще была как зомби, да? Это вообще был шок для меня. Я прихожу, она говорит, после очередного вечера, мама узнает, что я собираюсь ее забрать в Москву, соответственно, у моей девушки, хочу, чтобы она была со мной. Мама говорит, я тебя домой не пущу. Я говорю, как не пущу? Она говорит, не пущу. Я говорю, можно хотя бы попрощаюсь, у меня самолет через два часа. Ее мама говорит, не пущу. Гадалка нагадала, что я умру, не будешь ты со мной рядом. Какая-то страшная, адовая история темная. Что-то он темник. Короче, парня надо спасать. Мне сказали, что ты вампир, ты из меня сосешь, поэтому у меня все плохо, у меня ничего не получается. Я говорю, я не от того, что ты в жизни привыкла вообще ничего не делать. Не от того, что тебе помогает, а ты просто сидишь на одном месте и ничего даже не пытаясь сделать. Ты к вам потом ведь нарисовалась. Да, я улетел. У меня две недели нереальнейших было дней. Я, честно скажу, даже плакал, потому что у меня была такая боль. Я отдал все, что мне было. Все свою доброту, все свою нежность, все воспитание свое отдал, всю преданность. Я ни разу даже не поцеловал никого, потому что у меня было возможностей много. Дверю? Ну ни разу никого. А когда она к вам приехала, как вы ее встретили? Обрадовались, наверное? Мы с ней по телефону, она все-таки через подружку. Я с ней помирился. Когда он кого-то спасает, он в роли вот этой значимости, гордыни своей. Понимаешь? Ощущение, что вот она такая плохая, и он откуда-то ее спасает и вытягивает. Он дотягивает ее до своего уровня. То есть он хочет ощущать себя выше. Конечно, это гордыня. Ну после этого произошло то, что вообще в жизни я никогда больше не встречал. Надеюсь, больше не встречу. Никогда. Мы провели несколько дней в Москве. Она, соответственно, уехала домой к своим родителям. И я приглашаю ее после окончания семестра в Сочи. Подарок делаю ей. Просто на неделю отдохнуть. Мы приезжаем в Сочи, пошли в клуб. Вот. Она выпивает. И просто у меня там знакомая из хорошей семьи. Она начинает с ним целоваться. При мне. Я просто какое-то движение делаю налево, и он раз, и ее начинает целовать. Ну просто. Либо челкнулись они, но поцелуй был такой затяжной. У меня глаза были, как у быка на красную тряпку. Я отталкиваю друга, ее на плечо, увожу, ничего не сделаю. Я увожу в гостиницу, она меня пьяно бьет по лицу. Он так вот руками размахивает. Мне больно, если я терплю. Приезжаю в гостиницу, и она начинает мне ряд неприятных слов. Каких, я не знаю, можно говорить, нет? Конечно. Она говорит, мне все равно на твою семью, мне все равно на твою маму, мне все равно на ребенка, который во мне есть. Мне все равно на то, что ты хранишь мне верность. Все равно. Она еще ему изменила. У него вообще, мне кажется, сердце разбито. Я ей дал пощечину. Я такое не мог терпеть. Мне это было очень больно. Про маму, про семью, все. А потом наутро сказала, что я пошутила. А родителям сказал, что вы ее избили. Я приехал, и она наутро как ничего не бывала. Пойдем завтракать. Ну, пойдем. Я не конфликтный человек. И вот. Приезжаем обратно домой. Она в слезах, что там у нее не получилось со мной по ее плану. Маме рассказывает. Мама как раз подловила козырь. Вызвала ментов? Да. Меня, я там, с друзьями уже приезжаю, вызывают. У меня раз, вот так вот, меня, возле машины. И туда. Я говорю, а в чем дело? Говорит, сейчас мы просто проверим. Может, там где-то была в центре города разборка. Может, участвую, отпустим тебя. Ну, я говорю, конечно. Я все сразу понял. Сразу все понял. Такие подробности рассказывают. Целый, целый сериал можно в фильме начать. Вот знаете, образ, какая картинка рисуется? Вот как я, потому что я образами всегда мыслю. Вот вы, герой, сидит она там где-то наверху. Это там как это... Обычно впереди меня она идет. Нет, наверху сидит она в замке. Вы приехали, ее спасли, оставили, уехали. Опять время прошло. Кого оставил? Замок оставил? И замок, и принцессу. Не принцессу, а собак. Раз, потом опять как что-то случилось, вам нужно опять подвиг, опять приехали, опять... Я на подвиге не гораст. Я просто выручаю, когда попадают наши отношения туда. Но я их туда не загоняю. Семья, послушайте, знаете, как работа. Утром надо вставать и идти на работу, хотя не хочется, но надо. Почему? А вам нужна только, извините, работа, милая, работа. Нужна работать в удовольствии. Семья, это должна быть взаимовыручка. Это не тяга. Дедушка, это команда, это не театр, не спектакль одного актера. А вот у меня вопрос, девочки. Когда молодые знакомятся с родителями, вот что меняется? Им кажется, что это вот как раз уже все, конец, сейчас будет свадьба, все разрешено. Ну, я тоже считаю, что когда знакомятся с родителями, это уже серьезно. Конечно. Но ведь продолжение может быть совершенно другое. Да, может расстроиться свадьба, и что? Есть каждое, у каждого мужчины, я считаю, как у меня было, есть свой период отношений. Я, когда знакомлюсь с девушкой, я не рассчитываю с ней через неделю расстаться. Я наугулялся, мне хочется познакомиться, я знаю, что я для нее уделяю время, что мне с ней будет постоянно все. Но я не знаю, когда будет конец, никто не знает. Никто не знает, где середина будет конца. А вы, как жениться, хотели на ней? Да, очень, очень. На самом деле я могу сказать, что знакомство с родителями нужно не всем людям. Иногда оно очень многое говорит, для кого-то больше раскрывают другие вещи. Ну, например, если девушка воздушной стихии, ну, например, близнецы, весы или водолей, проще всего познакомиться с ее друзьями. Потому что друзья и круг контактов больше всего о ней расскажут, именно о ней. Если человек водной стихии, да, нужно идти в семью, смотреть, как ведет себя сестра, как ведут себя родители. Ну, и у каждого человека есть свои секретики. Если узнавать человека, это правильно. Но сын должен уважить родителей, он должен попросить благословения родителей. Меня приняли вообще за бандита, когда я пришел. Да я бы тоже вас приняла за бандита, если вы увидите. Но я, если честно говоря, по вашим рассказам, предположила бы, что это там какая-то полубандитская семья была. Я прихожу, то, что меня мама выгнала из дома, я прихожу, просто осмирился и сказал, «Здравствуйте, я вот Эдуард, мне надоели ваши конфликты и скандалы, я люблю вашу дочку. И если вы мне скажете, что не приходите, я больше не приду, я заберу ее и не приду больше. Но с ее согласен. Я говорю, такое-то, я ничего плохого не хочу, и вы неправильно поступаете. Это не ваша жизнь, это жизнь ее, и она должна решать сама». Вот какой. Смотри, пришел, научил родителей, как она. Постройся. Вот они обрадовались. Что мне отвечает папа? Сидит такой, ну, это желание дочки, пожалуйста. То есть почувствовал силу? Ну, конечно. Он может выступиться, сказать, я так хочу и я так буду. Кого советуешь? Вы знаете, сейчас такие времена, что очень часто гордость и женское достоинство заменяет пафос. И понятно, что мужчины этого пафоса боятся. Эти понятия ходят где-то рядом, вот вам нужна женщина, которая будет достаточно гордой, которая вас этим заинтересует, но вы поймете, что это не дутое, что это не просто надувание щек, это не просто набивание себе цены, а это некая внутренняя правильная самооценка. Вот я вам желаю женщину с правильной самооценкой. Спасибо вам большое. После рекламы невесты попытаются завоевать сердце нашего жениха. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Эдуард. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Здравствуйте. Здравствуй. Наконец-то мы встретились. Я думаю, что с этой минуты ты не сможешь меня забыть. Очень приятная была. Спасибо. Соперность у тебя достойная, я думаю. Ну, девушка, в принципе, да, симпатичная. Кто пришел вас поддержать? Мои подруги Ирина и Марина. Давайте на вас посмотрим и узнаем вас лучше. Владислава, 25 лет. Преподаватель пулдэнса. Ходит на работу, как на праздник. Любит отмечать дни рождения с размахом и не переносит лентяев. Мечтает купить моющий пылесос и кондиционер с климат-контролем. Владиславу постоянно задерживала милиция из-за отсутствия регистрации. Пришлось выйти замуж и родить ребенка, чтобы получить московскую прописку. Надеется, что Эдуард оценит ее предприимчивость. Может быть, проблема у Владиславы в том, что она слишком дальновидная, не мешает ей жить здесь и сейчас? Ну, она достаточно практичная, она рассудочная, но в меру. Все-таки это у Владиславы не чрезмерно. Я бы сказала, что она обязательно найдет свое счастье. Только счастье будет не огромное, как себе девушка представляет в 18 лет. Вот счастье. А счастье будет компактным, оно будет вполне определенным, наверное, не такого размера, как вы мечтаете. Поэтому, возможно, имеет смысл пересмотреть свои требования к жизни. Может быть, планку снизить чуть-чуть. Ну, вот как и в принципе... Счастьица. Счастьица. Вот такое, но... Такое маленькое счастье. Это все, что она может ему предложить. Роза, как твоя цена? Ну, что ж, невеста хорошая. А то вот приходит нам постоянно, то спрошут, хотят прыгать, то еще что-то. А у нее все достаточно практично, вот прям так сермяжно где-то даже. Правильно. Я считаю, это должно быть в жизни. Выходили замуж хоть по любви или чистый бы врач? Нет, выходила по любви. Правда, мы были оба очень молодые, мы вместе работали. Мы сначала жили в гражданском браке какое-то время. Просто потом случилась такая ситуация, что с этой регистрацией, он мне просто-напросто предложил расписаться. Ты выигрываешь. Мне кажется, она для него не очень по возрасту подходит ему. Какое-то время мы жили душа в душе, можно сказать. Долго жили вместе? Семь лет. А потом захотелось уже не в коммуналке съемной, а уже захотелось чего-то быть. Да, мне просто захотелось уже каких-то планов на будущее. Мне захотелось семьи, ребенка. Захотелось каких-то планов, какого-то совместного, может быть, предприятия, как-то поменять работу, какие-то... Муж же доверял, извините, что ты перебиваешь, что если ты родишь ребенка, вы будете вместе дальше. Доверяла в этом? Что он тебя не оставит, что он будет с тобой солидарен в твоем желании? В этом плане я ему доверяла. Я не всегда была уверена в том, что сможет ли он обеспечить нашу семью. Потому что в нашей семье все доходы и расходы были 50 на 50. Можно сказать, что даже как-то немного больше вкладывала. А ты же понимала, что если нет определенного дохода, что родив ребенка, будет проблема? Да, я понимала. Может быть, это меня останавливало. У меня тоже были какие-то сомнения в этом плане. Но в то же время в душе все равно хотелось какой-то семьи. Но хорошо, что со временем я поняла, что я не смогу получить от этого человека того, что я хотела. То есть он не сможет разогадить настолько, насколько выгадить. А для вас ребенок не проблема? Я не могу от него отказываться. Если он есть, так слава богу. А то, что вам придется все-таки выстраивать отношения, не всегда ребенок может. Я единственное боюсь, что, вот мне честно вам скажу откровенно, от сердца, что я боюсь, что когда ребенок вырастет, в какой-то конфликтной ситуации где-то, у него же будет свое собственное «я». Он скажет, да ты не мой отец. Да, вполне вероятно. Я не буду тебя слушать. Я единственное, это фраза боюсь. Но я буду делать все, если будет такая ситуация у меня в жизни, чтобы он такого не сказал. Нет, я думаю, что нет. Это он сейчас лжет, мне кажется, просто. Почему? Ну, нет. А, ну ты считаешь, что... Не переменит он, что же, ребенка. Нет, да ты что, он такой недостаточный человек. Я думаю, что он хочет именно своих детей. Владислава, я так думаю, что вы выходили замуж без любви, потому что вам действительно нужна была прописка, вам нужно было как-то устраиваться. И вы, как все молодые люди, как многие молодые люди, думаете, ничего, рассосется. Потом посмотрим. Сначала выйду замуж, сначала получу прописку. Вышла, родила, а дальше вам хотелось, чтобы он вдруг превратился, ну, не в олигарха, но в мужчину, у которого вы не правы, потому что на самом деле были в начале чувства, это было на самом деле полиги. А ему сколько было? Ровесники были. А мама его не была против брака с вами? Нет, у нас с мамой были достаточно гладкие отношения. А прописка? Так же, как и сейчас. Ну, конечно, прописала. На сколько сейчас лет ребенку? Ребенку 4 года будет. Какие у тебя сейчас взаимоотношения с мужем сейчас? С мужем у меня сейчас нормальные взаимоотношения. Он общается с ребенком, он забирает его на выходные. То есть у вас нормальные договоренности семейные, что вы нормальные? Да, нормальные дружеские отношения, да. И так же, как с его родителями. Она не похожа, да, на меркантильную девушку? Хотя кто его знает? Ну, она хотела, может быть, думала пропишется, а потом счастье постепенно обретет. У вас и что в Эдуарде не смущает? Есть небольшие сомнения, что в семейной жизни ему будет немного скучно. Вот, насколько я слышала о предыдущих отношениях, эта девушка давала ему какой-то драйв постоянно. Постоянно какие-то ссоры, скандалы. Почему ты решаешь за меня, что у меня действительно нужно, а что нет? Я просто говорю свое мнение. Это мое мнение, я имею на это право. А кому нужны отношения в таком состоянии? Нет, я не говорю о таком состоянии. Отношения это всегда... В отношениях люди должны развиваться. Вот именно. А вы куда хотите развиваться? Ну, как-то... Должно быть какое-то взаимопонимание. Лучше узнавать друг друга. Какие-то общие интересы. Хорошо, чтобы взаимопонимание было еще до того, как вы пойдете в ЗАГС. Мы, конечно, иногда ждем от героев, когда они говорят, муж не развивался и жена не развивалась. Каких-то завышенных требований в том, что касается либо карьеры, либо каких-то духовных подвигов. Но я просто понимаю, что у Владислава с мужем происходила следующая история. Он изначально очень мало получал. Но в 18 лет это было приемлемо. А с учетом инфляции и того, что годы шли в 25, это уже перестало быть приемлемым. Понимаешь? Потому что ребенок появился... Я понимаю, мне кажется, это просто очень красивая такая достойная фраза. Развивался. Потому что я ни разу не слышала от девушки, у которой был обеспеченный муж, очень обеспеченный. Я ни разу не слышала ничего о развитии. Типа он так много зарабатывал, а мне хотелось сменить, мне хотелось, чтобы он развивался. Поэтому развивался, я понимаю, в этом случае синоним. Зарабатывал. Вот и все. Мне кажется, она почувствовала себя неуверенной рядом с ним. Да. Мне кажется, она почувствовала, что он не в ее масти. Вы приготовили сюрприз, да, для Эдуарда? Да, я приготовила сюрприз, но мне нужно несколько минут, чтобы переодеться. С удовольствием. Подожду. Заулыбался, ему интересно. А нам переодеваться не нужно, мы и так хороши. И мы интересно. Нам, мы... Посмотри. Сюрприз готов. Пожалуйста, проходите, посмотрите. Спасибо. Я хочу подарить себе мой сюрприз, но это не просто танец. Это символ того, что рядом со мной ты всегда будешь ощущать домашний уют и чувствовать меня с собой рядом. Пожалуйста, присядьте. Спасибо. Ну, я ничего не чувствую от драйва, от этого танца. Ну, зачем ему? Она же сказала, уют ты чувствуешь со мной. Спасибо. Спасибо. Девочки, проходите за своей подружкой в комнату, а я вас жду за стол. Мне кажется, ты молодец. Ты молодец. Ну, нет, практически. Евгений, что вы скажете о невесте? Людик, ну что я могу сказать? Красивая, симпатичная, милая девушка. Я думаю, рано пока делать какие-то выводы. Что вы скажете? Девушка активная, в жизни кое-что увидела, она мне понравилась. Ну, я почувствовала от него энергетику какую-то, вот такую положительную, на самом деле чувственную, эмоциональную, глаза горят. Мне не нравится девушке, женщине, которая воспринимает брак как товар одноразового использования. Поэтому, наверное, она и хочет купить себе пылесос. Понимаете, нельзя использовать мужчину, вот получить прописку и потом, извините, следующий. Не хотелось бы вас видеть следующей ступенью в достижении ее каких-то... Знаете, мне не кажется, что она наглым образом использовала своего бывшего мужа. Они довольно долго жили вместе. Она серьезно, обдумывая каждый поступок, родила от него ребенка. Родила его не рано. Понимаешь, не в 17 лет это не скороспелая была беременность. Могу сказать, что очень многие события в жизни происходят от безысходности. Можно много и долго красиво рассказывать. Работала как могла, делала что могла. К текущему моменту прожила такую жизнь. Где могла-то Василиса? Она же не пошла учиться. Это было в жизни у человека на самом деле. Я хочу сказать, знаешь, что Вы использовали друг друга. Вы оба были молодые, Вы вместе работали. Это была такая договоренность. Это был юнический брат. Извини, он тебе не подарил золотые горы и замки. Тем более он сам тебе предложил. Конечно. В любом случае, Владислава не совсем Ваша девушка, а Вы не совсем ее мужчина. Ей нужен мужчина другого типажа. Даже внешний другой. Худой, астенического телосложения, в очках. Ну, может быть, такой вот шурик, шурикоподобный. Домашний, да? Нет, не домашний, а как раз человек-интеллектуал. Я бы сказала, такой вечный студент. Вы немножко другого типа, даже психофизический. Поэтому я думаю, что, конечно, Вы не пара. С ним возможен яркий роман какой-то, да, но это непродолжительное отношение. Давай поженимся теперь Вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут Вам совет днем и ночью. Новая встреча через несколько минут. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Эдуард. Идите, знакомьтесь со второй девушкой. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Где же она? Где же? АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Здравствуйте. Я знаю, что ты любишь готовить яичницу, а я очень люблю кушать. Надеюсь, когда-нибудь ты приготовишь мне завтрак в постели. Это мне ужин. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, красивая девочка. Глаза у нее красивые. Ну, приятная, да, приятная внешность. Кто пришел Вас поддержать. А это мои друзья Коля и Кристина. Давай селось посмотрим. Ольга, 22 года. Была референтом на рецепшн крупнейшей газовой компании. Сейчас безработная. Ест шоколадки, читает глянец, любит персиковый цвет и пишет с ошибками. Стесняется своей мечты о браке с олигархом. Ольга потратила три года на перспективного кавалера, но убедившись, что тот не скоро станет богачом, рассталась с ним. Надеется, что Эдуард – мужчина с амбициями. Проблема Ольги в том, что хочет всего и сразу неохотно идет на компромиссы, да? Да, искательница красивой жизни. Вот такая откровенная искательница красивой жизни. Наверное, в силу возраста, внешность эффектно имеет на это право. Но правда, к сожалению, должна Вас расстроить. Индивидуальный Ваш гороскоп говорит, что если найдете себе жизнь красивую, то в конечном итоге это будет заканчиваться всегда проблемами. Нужно прикладывать собственные усилия для построения этой красивой жизни. Вот Вы тот человек, который просто так в подарок эту красоту не получится. Обязательно заслужить придется. Как тебе, невеста? Ну что ж, невеста красивая. С Эдуардом, конечно, могла бы сложиться пара. Вы же хотите интеллектуалку, правильно? Он с ошибками пишет, собственно говоря, безработная. Да это все скромно. Значит, на что живете, непонятно. Папетка, наверное, ждете следующего, да? Да, конечно, конечно, жду. Он осторожен к таким. Ему такие нравятся, но он вот пытается это рассмотреть. Почему стесняетесь, что хотите выйти замуж за богатого? Вот я никогда не хотела за бедного. Да богатство не сама цель. Начинается. Главное, чтобы человек хорошей души, духовной, чтобы мы вместе имели терапию. И умерли в один день. Это Даша. А сходи недалеко. Недалеко, на самом деле. Зачем вам красивая? Возьмите страшненько, будете над ней работать сами, будете вдвоем растить мне эту красоту. Точно так же, как мужчины некоторые хотят взять себе женщину сразу красивую. Умно. Некоторые девушки, увы, хотят не зарабатывать сами, а выходить замуж за богатого. А у вас образование какое? Ну, это не моя история совершенно. А у вас образование какое? Я с моим мужчиной хочу идти по жизни. Юридическое. Женщина не должна сидеть? Она еще молодая. Чисто дома и готовить. Она должна создавать домашний уют, но в то же время она должна, интересно, быть с разных сторон. Вы живете сейчас с родителями? Да, живу с мамой и сестрой. Хорошо. А замуж хотите зачем? Пора уже, хочу детей, хочу замуж. В Турции чаще летать нужно же как-то. Конечно, и не только в Турции, в Египет, там, на крайний случай. Ну а что же, не летать или дома сидеть? Оля прекрасная девушка, очень симпатичная. Поэтому, да, нужно напишите кавалера. Нет, я просто считаю, что мужчина самореализовывается, да, за счет бизнеса, за счет каких-то таких достижений материальных. А женщина самореализовывается за счет мужа и детей. Оля тоже может, на самом деле, зарабатывать деньги, она достаточно симпатичная. Да всем могут, но никто не зарабатывает. Она тоже зарабатывала деньги. И она, на самом деле, очень долго работала. Она может создать так же уютную. Секундочку, я считаю, что нет ничего плохого, что мужчина богатый, девушка хочет себе такого, но девушка должна тоже зарабатывать и хотеть работать, помогая своему мужчине. А не просто, дай мне на сумку, дай мне на машину, дай мне на телефон. Почему тебе все это соблюдать? Я не говорю, что так, я говорю, что девушка должна думать так, которая хочет быть со мной. Ольга очень долго работала. А ты же не знаешь, что она думает. Я вот и разговариваю. Ей 22 года, девушка. Около года она работала в очень крупной компании. И так долго она работала. Вот в свои 22 года она уже работала. Ну что вы, Таня. И причем, сомненьшала бессеобразование. Говорят очень много. Вот вы сказали, что мужчина должен... Ну слава, я полсоя на деле, как всегда... Что мужчина должен реализовываться за счет бизнеса, а женщина за счет мужчины. За счет семьи. Смотрите, на самом деле правильно по-другому. Не за счет семьи, не за счет мужчины, а через семью, через мужчину. То, что реализовываться за счет мужчины, за счет семьи, вот это уже... Помоги мне дай фундамент, а я поднимусь. Да? Так нельзя делать. Но вы неправильно все восприняли. Я могу быть агрессивной, а вы тоже как на подарок. Я не в жизни такое встречала, поверьте мне. Вы на самом деле совершенно неправильно все восприняли. И абсолютно все не так адско, как вот вы обрисовали. У вас был богатый любовник, дарил бы дорогие подарки. А почему не вместе с ним? Потому что он часто уезжал в командировки по бизнесу. А как? Если он зарабатывает этим деньги, он же... Я хотела семьи. Я хотела семьи. Но если бы была семья, он бы сидел рядом с вами, он бы не зарабатывал. Видите, какой круг получается. Замкнутый круг. Конечно. Она как уш на сковородке. Вся уже извертелась и так и эдак. Она чувствует, что ему что-то не нравится, и начинает сразу вилять. Вот расскажите, о чем вы мечтаете, например? Я мечтаю поехать в Италию. А что вы там будете делать? Мне кажется, это очень близко мне по духу. Мне кажется, мне будет там очень комфортно. А вернетесь из Италии, о чем будете мечтать? Я думаю, в Италии ко мне придут новые мечты. Хорошо, спасибо. Вы что-то приготовили для Эдуарда? Покажите. Да, конечно. Эдуард, пойдемте. Абсолютно незаслуженно мы на меня нападали. Я аж выстрелилась. Прямо хватило. Она уже прям, мне кажется, цепка. Да, так прильнула. Видишь, как она сразу к нему прильнула? Это плохо. Спасибо, спасибо. Ты отлично танцуешь. Но это еще не все. Ой, боже мой, цветы. Спасибо. Настоящим мужчинам дарят цветы. И мы очень часто мало очень внимания своим мужчинам уделяем. И балуем их редко, поэтому... Спасибо, очень красиво. Да. Это тебе. Теперь девушки дарят мужчинам цвета. Все поменялось. Это как девушек больше сегодня. Спасибо большое. Букет будет символизировать нашу с собой... Проходите, девушки, мальчики, в свою комнату, а я вас здесь. Ярко. Если ты выберешь меня. Слушай, ты молодец. Здесь была. Ты молодец. Не переживаю. Все нормально. А танец был, кстати, крутой. Евгений, как вам? Я считаю, что девушка еще не готова для семейной жизни. Кажется, она еще не нагулялась. Ей хочется развлечений, поездок, романтики. Понимаешь? Невеста у нас на вес золота. Дураки. Такой букет красивый. Да нет, нет. Что вы скажете? Я считаю, что девушка немножко растерялась, но серьезности не пахнет. Но она очень красивая, и подарок меня удивил. Это кое в чем говорит, что у нее внутри есть. А я вот все время думаю, как мужчина легко купить. Вот просто, ну просто на... Цветы мужчине дарят нечасто. Ну поэтому вы очень примитивные. Главное, что он понял, в чем смысл наших букетов. Да. Конечно, и Оле, и Кристине 22 так же, как нам с Розой по 23. Взрослые две тети, хороший тридцатник, действительно много работали. Действительно хочет выйти замуж. Два раза проколола. Сказала, пора давно, много работ. Наверное, я долго работала. А потом поняла, зачем. Можно деньги вкладывать в себя, и потом получить готового, богатого мужчину. Ничего в этом такого нет. У меня процентов 90 моих подруг. Да. Хотят выйти замуж за обеспеченных и уменьшают себе возраст. При этом никто не хочет работать. Это нормально. Я не понимаю, почему нужно кокетничать в этой ситуации. Говорят, да нет, а душе больше. Про искусство, реализацию. Ну, они так напали сразу. Мы просто растерялись немножко. Они так напали, они сразу начали давить на богатство. Наверное, в этой ситуации странно было говорить о семейных ценностях и напомнить о том, что обязанности мужа поддерживать планы жены... Мне, конечно, планы Ольги совершенно непонятны, поэтому... Ну, о чем тут говорить? Ну, не о чем говорить. Не о чем говорить. Мне тоже показалось достаточно странная мечта съездить в Италию. Ну, за этим должно что-то еще стоять. Либо знакомство с культурой, либо, может быть, еще какие-то другие мечты-цели. Но мне этого показалось даже для ее возраста маловато. Мне показалось, что в самом выступлении Ольги здесь и сама заявка, и потом последующее выступление было чуть меньше, чем ожидалось. Вот точно так же, как с танцем под Джо Кокера. С одной стороны, вроде такая мелодия, надообещающая. Нет, это просто фильм ее юности, ее молодости, 9,5 недель. Ровно 20 лет назад. Ну, вот нога высунулась как-то. Я ожидала продолжения, и не получилось ничего. Я так же и смог. Сидела девушка, которая довольно ярко о себе заявила, как-то друзья, они хорошо говорили. Но это никак не проявилось вот в процессе. То есть, а получается, что какая-то коробка яркая открыла, а там содержимое... И разное. Ну, слушай, тоже нельзя ждать от каждой девушки обычной чего-то. Ну, такая какая есть, раскрылась, как смогла. Ну, что ж ты должна там, я не знаю, ты что должна была. Я должна на шпагат, конечно. Я должна была на шпагат, кстати. Не знаю, чего они ждали, надавили агрессии. Впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам, Эдуард, встретиться с третьей девушкой. Идите, удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Анастасия. Добрый вечер, очень приятно. Ты как истинный тигр должен узнать свою тигреть среди нас. Спасибо. Добрый вечер. Ой, мне не хватало золота. Здравствуйте, Анастасия, с кем вы пришли? Это мои коллеги и мои подруги Юлия и Наталья. Очень приятно, давайте на вас посмотрим. Анастасия, 24 года. Менеджер по продаже мебельной обивки. Воспитывалась в детском доме. Готовит долму на пару, читает в туалете и поет в душе. Мечтает освоить игру на волынке. Анастасия 7 лет числилась официальной любовницей женатого мужчины. Когда поняла, что расстаться с ним мирно не получится, сбежала в другой город. Надеется, что ей не придется ни с кем делить Эдуарда. Может быть проблема Насти в том, что она отделена была отеческой ласки, и потому готова раскрыть объятия для любого, кто приласкает? Знаешь, в чем бы ни была причина этой открытости, но для Насти я бы дала совет на всю оставшуюся жизнь. Женатые мужчины не ваши, не трогайте. Потому что ваш пораженный Марс в раке говорит, от них ничего хорошего в вашей жизни в конечном итоге не произойдет. Тоже симпатичная, милая девочка, но предыдущая, мне кажется, немножко поярче была. Настя, а как в детском доме оказались? Ну, в шестилетнем возрасте. Мама у меня болела просто астмой, и она умерла. И в силу своего возраста бабушка с дедушкой не могли нас воспитывать, и поэтому я попала в интернат. Но это было самое замечательное время в моей жизни. А отец у меня без вести пропавший. А как этот взрослый дядя, который вам заменил папу, брата? Да, я благодарна. А откуда он появился? Сколько вам было лет? В 16. Ну, просто в свое время, как бы, ну, в 16 лет мало ли кто мне мог объяснить правила о морали моих поступков? Ну, абсолютно был аморальный тип, который пригрел сиротку в 16-летней. Нет, я не согласна с этим. Я с большим уважением отношусь к своим прошлым отношениям. Ну, понимаете, что мы расслей не малолетних, чтобы были несовершеннолетние времена, мы за это могли посесть. Я год его добивалась. Ты была инициатором. Ну, смотрите, мы познакомились. Пошло притяжение друг к другу. А где вы познакомились? В клубе. Я на него упала. Кажется, повторяется история про алкоголь. А он скрыл, что женат? Нет. Сразу сказал об этом? Да. Это было все, вы знаете, как сказать. Вот мы увидели друг друга, мы понравились. Я в нем вот эту вот опору увидела, защищенность. А он мне показал вот так вот, типа, я женат. Он мне сказал о том, что я женат, что планирует, ну, как-то менять свою жизнь, я не собираюсь. Ну, из клуба вы сразу же поехали в гостиницу, прям в первый же день знакомства. И на 7 лет. Многие в браке столько не живут. Да. Подождите, но вы сказали, что вы долго его добивались. А в чем же тогда? Добивалась я его любви, добивалась его расположения. Он был... Потому что сидела у телефона, не могла сама ему звонить, поэтому звонила от случая к случаю он, Анастасия. И встречались в этой же гостинице, переезжая. Она была готова и на это. Я желательно этими эмоциями. Я его влюбилась. Вот я в него влюбилась. Мне было все равно. Женат он, не женат. Он через 8 месяцев, он полюбил меня. Полюбил очень сильно. И он мне очень много помог в этой жизни. Потому что я получила образование. Молодая девчонка, так его любила. А ты бы, Влада, так позволила в своей жизни, чтобы мужчина женат и приходил, иногда уходил, когда захотел пришел, когда захотел, не уходил. Чем он вам помог в жизни? Чем он мне помог? Деньги давал? Я горда была, не права. Скажи мне, а как у тебя морально, ты семью рушишь, разрушаешь его личную жизнь? Нет, я никак не нарушила его семью. Я жена его как не знала, так и не знает. Он был из другого города. Как? Вы сказали, вы были официальной практически его любовницей. Смотрите, я вам сейчас объясню. Он из другого города. Я из другого города. Встречались мы посередине. Где жили-то вы? Где вы его ждали у телефона? Мы встречались. Вы жили в общежитии? Нет, мы снимали дом. А почему закончился этот роман? Ну, смотрите, семь лет. Это все тяжело. Любишь, стараешься, отдаешь, стремишься куда-то. Отношения же должны логически к чему-то привести. Ты тут вкладываешь, вкладываешь, а понимаешь, что это ты все делаешь для другого человека. Год назад я приняла решение о том, что так еще можно встречаться лет 20, и я постоянно буду отдавать свою любовь кому-то чужому. Эдуард, а вы ревнуете к прошлому? Ну, если нет для этого повода, то нет. Ну, смотрите, повода нет никакого. Анастасия любит вас, у вас все уже сложилось, вы вместе живете. Но регулярно день рождения, Новый год, там еще какие-то их любимые праздники. Он присылает цветы, звонит по телефону, справляется, как дела. Вам вот эта тень прошлого как, не будет раздражаться? Ну, на самом деле, если мы с ней все решили, и мне все ясно, то я не против того, чтобы он просто звонил только в день рождения и поздравил. Но, честно, я думаю, что все, что касается прошлого, должно там и остаться. Да, прошлое в прошлом. А вы с своей девушкой никак не получите? Нет. Да, я тоже считаю. Я не хочу тянуть прошлое сюда, я ушла от этого, я поставила там эту точку. Смотри, он даже немножко щурится, хмурится, и как-то... Это мы его так? Слишком такой замученный какой-то, замучили его уже. А можно я вопрос, Эдуард, задам? Что для вас семья? Семья? Да. Это когда мои родители, мои близкие, родные люди, и моя девушка рядом со мной. А для вас? Вы знаете, я хочу, чтобы мужчина с радостью возвращался домой, ко мне, чтобы его ничто не напрягало. Он просто приходил и знал, что его поймут, его поддержат. Не обязательно при этом иметь много денег или каких-то материальных ценностей. Расти вдвоем, вместе, постепенно, шашками. Меня спросите, что такое семья. Что такое семья? Это когда мне себе для них не жалко. Понимаете, я им отдаю все, свою энергию, время, и получает это удовольствие. Когда мне в кайф встать раньше мужа, сколько бы я не спала, час-полтора, сделать ему приятное. И я получаю это удовольствие. Я никогда не говорю, что я на тебя жизнь положила, отдала молодость, красоту и талант. А ты очень купил мне машину. Конечно, я радуюсь этому. Идите, переодевайтесь для сюрприза. Мне кажется, что наши первые свахи будут советовать ему третью университет. Я с тобой полностью согласен. Почему-то она вызвала у них симпатию. Эдуард, для вас приготовили сюрприз. Проходите и посмотрите. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Девочки, вы можете проходить в свою комнату. Забери подушку, какой подарок. Эдуард, а для нас надеть ещё раз такой же. Ну, завтра всё. Обойди. Жду вас. Девочки, я только раз нервничаю. Умничка, умничка. Жень, ну что скажете о девушке? Ну что могу сказать, у девушки безумно богатый внутренний мир. Ей действительно много в жизни пришлось преодолеть. Ну, это не твой вариант. Почему? Зная его внутренний мир, ему нужна вот энергия, драйв. Как, что он говорит, друг? Друг, ну, против меня. Как вам? Я прямо скажу, человек очень театральный, творческий, но по внешности мне нужен другой немножко стереотип. Ну, какой? Более спортивный, более любящий себя. Чтобы человек любил своё тело, как свой внутренний мир, наверное. Я лично такой человек. И что-то лишнее, что-то там не лишнее я не допускаю. Так хорошо рассуждать, когда есть хорошие родители, когда дали хорошую базу. Я сам всё это сделал. Девочки-то вообще... Родители просто меня родили, дали хорошее воспитание. Вот, ну, базовое, хорошее. А если надо думать о хлебе насущном? Так человек же выросли, выросли. А тренажёрный зал, знаете, какой-то дорогой. Стадион в парк. Вы тоже хотите готовых? Как тебе, девушка? Вообще, я считаю, что мне понравилось Настя, но чтобы дочка выросла, конечно, хорошей женщиной и стала женственной, то родители должны мотивировать её на правильные поступки. Ну, понятно, что у Насти даже не было такой возможности. И она приобретала... И она теперь не имеет права на счастье? Нет, она имеет право на счастье. Более того, мне Настя нравится тем, что она это достигает сама, но самое главное, что она делает выводы. Ну, всё, ему нужна такая чистость. Ну, для пафоса нужна она. Знаете, я согласна, что вам нужна девушка другой внешности. Согласна не в том, что это хорошо, а в том, что вижу гороскоп и понимаю, что вы так устроены, что вот этот голливудский стандартиц такой глянцевый нужен. Но поверьте, не все отдают приоритет именно этому. Вы говорите, нужно работать над собой. Нужно, если человек стремится к этому. Да, согласна. Некоторые люди стремятся реализоваться в профессии, кто-то стремится реализоваться как мать, а не накачивать себе мышцы просто бесконечно. А кому-то не мешает делать то и другое? Мне кажется, он нулевый. Мне кажется, она ему по внешнему подходит. Да, он хочет спортивно. Евгений, кого рекомендуете? Из трех кандидаток я считаю, что самое подходящее для Эдуарда это Владислава. Внешне он мне понравился. У него есть какие-то намеки на серьезную семейную жизнь, но это нужно проверить. Я бы, конечно, рекомендовала вам Анастасии, потому что все-таки у нее есть определенный потенциал и еще можно что-то в нее хорошее вложить, если она будет рядом с хорошим мужчиной. Но, мне кажется, вы будете выбирать типаж вот Владислава или Ольги. Ну, это ваш выбор. Я за Анастасию. Настя, ну как тебе, Эдуард? Ну ничего, такой интересный молодой человек. Понравился? Как ты думаешь? Сложно сказать, однозначно. Внешне, да, по внутреннему миру очень сложно понять, что он из себя представляет, что за фрукт. Очень сложно. Вы высокого о себе мнения. Вы имеете на это право. Во-первых, иначе бы вы не были актером, потому что актер с заниженной самооценкой. Я не знаю, что из этого может выйти. И вы, конечно, будете всегда искать леди совершенства, подстать себе. С другой вы жить не сможете. Если вам девушка будет подходить физически, вы на все остальное будете закрывать глаза. Трижды будет добрая фея, хорошая девочка из хорошей семьи, но у нее будут влажные ладошки, вас это будет раздражать. Или у нее будет немножко жирку на спине, вас тоже это будет раздражать. Вам нужна леди совершенства. Такой сегодня не было. Поэтому я никого. АПЛОДИСМЕНТЫ У тебя были? Да. Мне кажется, что ваша такая гордая королева, знающая себе цену по-настоящему, а не просто пафосные или не просто с красивым телом, у вас еще впереди. Но, наверное, сегодня вы, законоверно, могли обратить внимание на Владислава чуть больше, чем на остальные. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что ты лучшая. АПЛОДИСМЕНТЫ Бесспорно. АПЛОДИСМЕНТЫ С огромностями не отнимает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что выбор свой сделали уже, поэтому к ней идите, а мы вас поддержим в любом случае. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ищет элегантного мужчину с бойцовским характером. АПЛОДИСМЕНТЫ Яна, 25 лет, номер 1500. Руководитель отделов строительной компании. Получает образование в Лондоне. Ищет внимательного и сексуального мужчину. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы не знаем, выйдет Эдуард один, а если вы . Выходите, давайте его поддержим. Я долго думал, но пришел к поводу, что именно ты среди своих фрейдов. Я думаю, это твой выбор. У нас есть пара, Эдуард и Владислава. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, соженимся. Удачи. Спасибо. Это была просто девушка великолепнейшей натуры, как оказалось, чисто другой с планеты. Я отвернусь. Так тоже нормально. Есть ощущение, что все бабы гадины, что доверять больше никому нельзя? Нет. Вот для него это само собой разумеющее. Раз голую бабу сфотографировать. Это большая проблема, между прочим. Идите, воспитите, когда ноги свешиваются. Но если у меня есть муж, зачем мне чужие мужские обнаженные тела? По секрету вам хочу сказать, я уже пенсионер. Он вас не выдержит, ну что вы. Опа! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...